МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Марии Ируниче. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Налог на имущество физических лиц в администрации прошло заседание Городской думы. Улики, доказательства и экспертизы 1 марта в России отмечается День криминалиста. Борьба продолжается. Хоккейный клуб Саров провел матчи второго этапа чемпионата ВХЛ. Далее расскажем обо всем подробно. Объекты, кадастровая стоимость которых ниже 100 тысяч рублей, не будут облагаться налогом на имущество физлиц. Такое решение приняли депутаты Городской думы на очередной сессии. Применить ставку 0% на обозначенные объекты рекомендовал глава региона. В Сарове под льготу попадают 22 квартиры, 3 комнаты, 318 жилых домов, около 9 тысяч гаражей и ряд иных строений. Планируемые в связи с этим потери бюджета составят около 900 тысяч рублей в текущем году и по 666 тысяч в 2019 и 2020 годах. К другим новостям. Осмотр улик, исследование места преступления и долгие часы в лабораториях. 1 марта свой профессиональный праздник отмечают те, кто знает все о вещественных доказательствах, дактилоскопии и графологии. Эксперт-криминалист занимает особое место в системе правоохранительных органов. Он способен определить, каким образом злоумышленник скрылся с места преступления, а также найти улики, которые невозможно обнаружить неопытным взглядом. Эксперты-криминалисты одними из первых прибывают на место преступления и никто не знает, что приготовили злоумышленники на этот раз. Но опасность саровских криминалистов не пугает. Тем более, если работает профессионал своего дела, уверенно заявляет начальник экспертно-криминалистического отдела Юрий Есин. Задача эксперта-криминалиста и вообще эксперт комиссийского подразделения это выезды на осмотр места происшествия, на совершенное преступление, сбор всей доказательственной базы, всех следов, оставленных преступником на месте преступления и дальнейшее их исследование. На службу в полицию Юрий Есин пришел 18 лет назад и началом его карьеры стала работа патрульно-постовым служащим. Отдав несколько лет этой профессии, Юрий Михайлович понял, что стоять на дорогах и ловить правонарушителей – это не его призвание. И решил отправиться в криминалистику. Пришел я со служа в армии в 93-м году. Естественно, лихие 90-е. Хотелось как-то свой вклад вложить в наведение порядка. Уже в 2013 году Юрий Михайлович стал начальником экспертно-криминалистического отдела. По его словам, работать в этой сфере непросто. И чтобы добиться каких-либо серьезных успехов в карьере, потребуется немало времени. Чтобы стать экспертом-криминалистом, это минимум, но 5 лет подготовка нормального эксперта-криминалиста на работа, опыта, получение допусков на право самостоятельного производства экспертиз. В криминалистической лаборатории Саровской полиции огромное количество современной техники, которая помогает экспертам в поиске того или иного материала. Но полагаться в работе все равно следует только на себя. Люди этой профессии должны быть внимательными и усидчивыми, так как их работа очень скрупулезная и не терпит ошибок. Ирина Вашегородцева, Константин Островский, Владимир Лисик. Служба новостей, Саров, 24. Ученики третьего лицея Никита Бондарев и Кирилл Емелин стали победителями проекта «Что, где, когда, дети 21 века». Саровчане выступили в финальной игре интеллектуального турнира в составе команды «Школы Росатома». Школьники одержали уверенную победу над телезрителями со счетом 6-1. Все участники команды получили призы от госкорпорации. Сертификаты на поездку в детский летний лагерь «Школы Росатома» в Финляндию летом этого года. Кирилл Емелин был признан лучшим капитаном команды и также знатоком, который дал лучший ответ. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Спасатели вновь предупредили об опасных холодах. В ближайшие несколько дней температура воздуха в регионе будет существенно ниже климатической нормы. В таких условиях возрастает нагрузка на электросети, поскольку граждане начинают массово включать обогревательные приборы. Спасатели напоминают, что для поддержания комфортной температуры в домах и квартирах можно использовать только исправные и сертифицированные устройства. В городской администрации напоминают, что в пятницу 2 марта завершится прием заявок по выбору общественной территории для благоустройства. Поддержка жителей необходима для участия в федеральной программе по созданию комфортной среды в малых городах. Отправить заявку в свободной форме можно по электронному адресу mgi.sobaka.adm.sar.ru или принести в кабинет номер 219 здание администрации. Воспитанник школы Олимпийского резерва Атома Артем Мальцев стал победителем всероссийских соревнований по лыжным гонкам, которые на днях завершились в Архангельске. Спортсмен первым пересек финишную черту в забеге на 15 километров свободным стилем. Третье место занял еще один воспитанник Сарусской лыжной школы Петр Седов. Проверить свой кругозор, логику и скорость мышления школьники города встретились в 15-м лицее на отборочном турнире Всероссийского синхронного чемпионата «Формула интеллекта». За победу боролись 18 команд. Ребятам предстояло пройти два тура, в каждом из которых ответить правильно на 15 вопросов. Победитель муниципального этапа отправится в Нижний Новгород на онлайн-финал интеллектуального турнира. Никаких телефонов, планшетов и прочих гаджетов. С такими словами, встретили старшеклассников учителя лицея номер 15. Но в школе вовсе не экзамен, а отборочный тур по игре «Что, где, когда». «Росатом» проводит вот такой обширный форум для всех городов присутствия «Росатома» и именно в формате игры «Что, где, когда». Читается 30 вопросов, дети дают ответы. Та команда, которая получила наибольшее количество правильных ответов, она считается победителем муниципального уровня. За право защищать честь города на региональном уровне пришли побороться 18 команд, в каждой из которых по 6 человек. Главная задача – заработать максимум очков. И для того, чтобы найти правильный ответ на вопрос, старшеклассники должны были проявить свою эрудированность и умение работать в команде. В начале минуты вообще слышишь вопрос впервые и даже не подозреваешь, какой может быть ответ. Но работая в команде, слушая версии друг друга, это в общем очень неожиданно, вот как щелчок появляется правильная версия. И это на самом деле очень приятно. Это, во-первых, саморазвитие какое-то, просто узнать что-то побольше, возможность показать себя, возможность просто увидеть других людей, возможности других людей. По итогам игры победителем стали ученики лицея номер 3. И уже 24 марта они отправятся на региональный форум в Нижний Новгород, где им предстоит сыграть в финале «Что, где, когда» в онлайн-режиме. Ирина Вышегородцева, Владимир Есеников, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. «Будь готов, всегда готов» – этот девиз знают все, кто так или иначе знаком с пионерским движением. Оно образовалось еще в 20-х годах прошлого века, но по-прежнему популярно среди подрастающего поколения. И современные школьники носят звание пионер с гордостью. У Дворца детского творчества собрались пионеры города, чтобы принять участие в конкурсе «Бей барабан». До начала больше получаса, но в коридорах и залах Дворца детского творчества уже можно услышать звук барабанов и увидеть ребят в красных галстуках и пилотках. Смотр конкурса «Бей барабан» – это уже давняя традиция, которая до сих пор находит отклик у современных школьников и их родителей. Некая ностальжия по советскому времени, особенно тех взрослых, которые сюда пришли. И для нас очень важно сохранить те традиции, которые заложены в саровских семьях. Как показала практика, не просто сохранить, но и развивать дальше пионерское движение важно не только организаторам конкурса. Лиза Кижаева – ученица пятого класса. В ряды пионеров она вступила прошлой весной и сделала это осознанно. Пионеры помогают, потому что пионеры – это важно для меня и для моих родителей. Мои родители тоже были пионеры, поэтому я хотела тоже им стать. В смотре конкурса Лиза принимает участие в рядах знаменной группы. Девочка уверена, что знамя – одно из важнейших составляющих любой пионерской организации. Поэтому о своем знамени она знает все. Изображено сердечко. Это означает то, что мы относимся хорошо и любим своих товарищей. И одно изображено ученая шапочка. Это означает то, что мы не только играем и развлекаемся, но и учимся. В Дворце детского творчества собрались те, кто прошел обучение в школе пионерских профессий и был готов продемонстрировать свои навыки. Всего в смотре конкурса приняли участие 11 знаменных групп и 25 барабанщиков. Мария Рунч, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. Хоккейный клуб Саров провел встречу в рамках второго этапа чемпионата в высшей хоккейной лиге. В одной восьмой финала команда Игоря Веркина принимала на своему льду «Сокол» из Красноярска. По итогам проведенных матчей наша льдовая дружина продолжает борьбу за главный трофей. Подробности далее. Биться до последнего, держать ворота, главное не проиграть. Слышалось трибун ледового дворца. Каждый болельщик старался поддержать и подбодрить любимую команду. в борьбе за выход в четверть финала высшей хоккейной лиги. Первую домашнюю игру хоккейный клуб Саров сыграл против красноярского «Сокола». Она заставила болельщиков изрядно понервничать. В первом периоде хозяева льда решительно атаковали красноярских спортсменов и уже на первых минутах распечатали ворота соперников. Второй период прошел сухую. В третьем хоккейный клуб Саров сумел отправить в ворота «Сокола» еще одну шайбу, но взамен получил две. Исход матча решил овертайм. И хоккейный клуб «Сокол» все же смог вырвать победу у саровчан. Игра завершилась со счетом 3-2. Очень боевая получилась игра. Хочу поздравить свою команду, ребят поздравить с победой, болельщиков наших поздравить с победой. Серия продолжается. В серии матчей плей-офф проводится до четырех побед. Три игры саровчане проиграли. И, казалось бы, все на этом участие нашей команды в плей-офф закончено. Но ребята собрались силами и доказали, что невозможное возможно. И в четвертом матче саровчане уверенно обыграли «Сокол» со счетом 6-1. Ребята собрались. Огромное им спасибо. И забили хорошие голы. И, в общем-то, выдержали такую жесткую силовую борьбу соперника. В следующем матче нашим спортсменам вновь предстоит встретиться с командой «Сокол». Но уже на выезде. Второй этап чемпионата высшей хоккейной лиги начнется 4 марта. Следить за игрой спортсменов можно будет в официальной группе высшей хоккейной лиги. Ирина Вишегородцева, Владимир Лисик, Александр Мальков. Служба новостей. Саров-24. До 8 марта осталось несколько дней. А это значит, что самое время задуматься о подарках. Многие согласятся, что делать их не менее приятно, чем получать. Но порой мы не знаем, что подарить. Проводим в магазинах бесчетное количество часов и в итоге уходим с пустыми руками. Но с подарочной картой от Саров Бизнесбанк больше не придется волноваться о том, что преподнести коллегам, друзьям или родственникам. Удобный и современный способ сделать подарок, который подойдет каждому. Подарочная карта Саров Бизнесбанка поможет сэкономить силы и время при выборе подходящего презента. Это отличная альтернатива традиционным конвертам с наличными. С ее помощью удобно без комиссии оплачивать понравившийся товар в любом торговом центре. Карта оформляется без предъявления паспорта. Ее можно получить сразу же при обращении клиента в банк. Она выдается в запечатанном упаковочном конверте. При оформлении карты можно внести любую сумму денежных средств, но не более 15 тысяч рублей. Карту можно оформить в любом отделении банка. Подарочная карта выпускается в категории «Голд». И каждый ее владелец автоматически попадает в программу лояльности виза для премиальных карт. А это значит, принимает участие в розыгрыше призов и подарков и получает дополнительные скидки в магазинах. Стоимость карты всего 150 рублей. Срок действия до одного года. Если вы выбрали подарок самостоятельно и решили приобрести его в интернет-магазине, не спешите. При совершении покупок с помощью карт в сети интернет всегда есть необходимость соблюдения мер безопасности. Для оплаты покупок необходимо использовать только проверенные сайты либо сайты известных организаций. При наборе адреса сайта нужно еще раз его проверить, поскольку похожие сайты служат для неправомерных действий. Оплачивать покупки, вводить персональные данные и данные карты необходимо все-таки на своем компьютере. Если вдруг вам пришлось совершить покупку на чужом компьютере, то после оплаты необходимо удалить все персональные данные и данные карты, которые вы вводили. Но главное, не стоит оплачивать товар при помощи зарплатной карты. Мошенники нынче оригинальные, и вы рискуете потерять все свои деньги. Чтобы этого не произошло, Саров Бизнес Банк предлагает оформить виртуальную карту. Процесс покупок ничем не отличается от стандартного. При совершении оплаты необходимо ввести 16 цифр карты, срок действия, код действительности и имя держателя в латинской транскрипции. После совершения покупки банк отправляет СМС с подтверждением оплаты. Пополнить виртуальную карту можно несколькими способами. При помощи СББ онлайн со счета основной карты или вклада, а также наличными деньгами в любом отделении Саров Бизнес Банка или переводом в банкомате. Стоимость карты 150 рублей. Срок действия до одного года. Максимальный лимит 60 тысяч рублей. Оформить виртуальную карту можно в любом отделении банка. При себе необходимо иметь паспорт и ту сумму денег, которую вы планируете положить на карту. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города на нашем канале в Ютьюбе и в группах в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Также вся актуальная информация на сайте sarov24.ru. В студии работала Мария Рунич. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова